Привет, Гоха! Меня зовут Дэвид Рид, я директор по маркетингу CCP Games. Сегодня мы поговорим об игре EVE Valkyrie. Расскажите вкратце об этой игре. EVE Valkyrie — необычный проект с точки зрения разработки. Все началось с небольшого прототипа, впервые засветившегося чуть больше года назад, перед самым началом E3 2013. Мы заинтересовались и мы решили поддержать проект Oculus Rift на Kickstarter. В благодарность мы получили некоммерческую версию устройства. Когда наборы пришли в нашу исландскую штаб-квартиру, около дюжины наших ребят решили создать мини-игру на тему воздушных боев в космосе во вселенной EVE. За основу взяли многолетние наработки EVE Online, включая корабли, планеты, туманности и прочее. Получившаяся демка оказалась крайне увлекательной, и мы решили показать ее на нашем фан-фесте в Исландии в 2013 году. Тогда она носила название EVE VR. Увиденное очень понравилось нашим фанатам, и после этого мы решили показать демку на E3 2013 и собрали с ней несколько наград. Тогда стало ясно, нужно превращать прототип в самостоятельную игру. Вот так и родилась EVE Valkyrie, которая сейчас разрабатывается нашими ребятами в британском Ньюкасле. Идея EVE Valkyrie – показать воздушные бои в космосе. Вы, наверное, видели битвы космических истребителей в Star Wars или звездном крейсере в Галактика. Это полеты на огромных скоростях, захват цели взглядом для уничтожения врагов. EVE Valkyrie подарит вам ровно те же ощущения. При этом события игры разворачиваются во вселенной EVE Online с известными космическими кораблями, своей валютой и очками навыков. Причем эти очки можно использовать для разблокировки нового оборудования, которое затем покупается за деньги для прокачки своего судна. Также вы можете выбрать для своего корабля желаемую боевую роль, чтобы приносить больше пользы своей команде. Сколько человек работает над EVE Valkyrie? На данный момент в проекте задействовано всего 29 человек. Это довольно скромная цифра, особенно в сравнении со многими другими играми в нашей разработке. В прошлом году был прототип. В этом можно сказать стабильная бета. Когда релиз? Мы уже говорили, что EVE Valkyrie будет в стартовой линейке игр, поддерживающих Oculus Rift на ПК и Project Morpheus для PS4. Таким образом, мы выпустим игру не раньше, чем наши партнеры закончат свои разработки, а они пока с анонсом конкретных дат не спешат. Расскажите немного об игровых режимах, космических кораблях, классах, модулях. Еще нас интересует масштабность сражений. Сколько допускается участников в одном бою? Касательно особенностей EVE Valkyrie, о которых вы еще не знаете, хотелось бы отметить разделение по ролям в бою, как в каком-нибудь шутере от первого лица. В Valkyrie вы тоже будете в основном играть от первого лица. Вы можете быть снайпером, танком или штурмовиком. Реализовать это поможет система кастомизации, с которой каждый корабль можно будет адаптировать для выполнения конкретных задач. Кроме этого, мы экспериментируем с нестандартными ролями, типа медика или снабженца, которые должны в теории разнообразить сражения. После выбора желаемой роли вы можете распределить друзьями по звену боевые задачи и обсудить способы их выполнения. В данный момент сражения в EVE Valkyrie больше всего похожи на традиционный деф-матч, в котором участвует одинаковое количество людей с обеих сторон. Вместе с тем, мы рассматриваем и другие режимы игры, например, эскорт или некоторое подобие захвата флажей. Также мы подумываем добавить возможность собирать известные во вселенной EVE ресурсы с помощью кораблей в Valkyrie, но полезны они будут только для игроков EVE Online и Dust 514. Вы сможете продать собранные ресурсы на общем межигровом аукционе. Такие геймплейные и экономические вкрапления позволят наиболее органично адаптировать Valkyrie во вселенной EVE Online. Раз игра поддерживает и Oculus Rift, и Project Morpheus, значит она выйдет и на ПК, и на PS4? Верно. А что насчет серверов? Все игроки будут играть на одном общем сервере, либо у ПК и PS4 будут отдельные сервера. Пока не можем ничего рассказать о кроссплатформенной игре. Наши партнеры разрабатывают инновационные технологии и тесно сотрудничают с нами. Основной акцент сделан именно на виртуальную реальность, погружение, анализ оптимального фреймрейта, визуального стиля и звукового сопровождения. У нас есть кое-какие соображения насчет того, как можно было бы совместить работу этих двух платформ в будущем, но сперва нам нужно будет все обсудить с нашими партнерами. Получается, поиграть в Valkyrie без устройств виртуальной реальности никак нельзя. Мы пока не раздумывали над этим. Технически вполне возможно сделать данную игру доступной без устройств виртуальной реальности. Просто есть что-то магическое в управлении виртуальной реальности. Когда надеваешь шлем, подключаешь наушники и мгновенно погружаешься в иную вселенную, мы сразу почувствовали, что этот проект просто обязан использовать технологии дополненной реальности. Именно поэтому дальнейшая разработка проходила с учетом всех особенностей. Дошло даже до того, что мы в CCP впервые за свою многолетнюю историю пригласили знаменитость для озвучки персонажа. Речь идет о первом пилоте Valkyrie, который озвучивает Кэти Сакхов, известная ролью в сериале «Звездный крейсер галактика» и другим фильмом фантастического жанра. Крайне важно найти идеально подходящего для озвучки человека, поскольку уровень погружения в игре с виртуальной реальностью просто зашкаливает. Следовательно, каждая деталь должна быть проработана до мелочей. В совокупности, такие моменты дают понять, что по качеству проработки аудио и видео, Ив Валкери превосходит все наши предыдущие достижения. События Ив Валкери будут происходить во вселенной Ив Онлайн. Как будут связаны эти игры между собой? Вы уже упоминали о ресурсах. Может быть, расскажете о чем-нибудь еще в этом роде? Ив Онлайн всегда была стратегической игрой. Исследование космоса, поиск ресурсов, перспективные соглашения с другими игроками. Игровой процесс в ней довольно тягучий, неспешный. В Ив Валкери мы хотим сделать все как раз наоборот – быстрые, яростные, динамичные, воздушные бои. Но тем не менее мы собираемся провести проектную интеграцию в рамках одной игровой вселенной. Как бы это объяснить? Игрок, будучи жителем Нового Эдена, будет иметь возможность поместить свое сознание в клона капитана, который управляет кораблем Ив Онлайн силой мысли. Либо клона наемника, такого накачанного силовика, который сам сражается на поле боя, зарабатывая шрамы и раны. Есть и третий вариант – стать пилотом Валкери по-прежнему клоном, но с невероятно быстрой реакцией для успешного маневрирования между ракетами в бою. Все это мы сложим воедино. Сейчас в Ив Онлайн нам нужна поддержка группы наемников в DAS 514 для захвата планеты. Соответственно, мы можем провернуть аналогичную схему с Ив Валкери. Но это уже потом, поскольку первоочередная задача – довести до ума фишку с виртуальной реальностью. Поскольку равняться пока не на кого, нам необходимо все сделать идеально с самого начала. А уже потом мы будем доводить проект до статуса лучшей игры с поддержкой виртуальной реальности настолько, насколько это в наших силах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова